Ом Ти Ви Юэй, про Головне. Что необходимо делать сейчас, для того, чтобы завтра и послезавтра мы были готовы к новым военным вызовам и угрозам, в том числе в рамках СВО. Первое, что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. В Киеве уничтожили американскую систему ПВО Патриот. Зенитно-ракетный комплекс, предположительно Патриот, был сегодня ночью уничтожен. Об уничтожении американского ЗРК Патриот в Киеве. Работаем, каждый день на поле битвы. Уже тысячи уничтоженных Байрактаров. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено. 427 самолетов, 233 вертолета. И уничтожена управляемым снарядом Краснополь, боевая машина пехоты Брэдли. Каждый день по несколько раз. По зданию избу на Владимирское попадание. Слушайте, ну по-моему это Верховная Рада что ли купол, нет? Дивизионный отряд захватил танк «Леопард». Не смогли его протащить в тыл. Вот взяли и втопили в болоте. Два танка сожжены уже. Улыбаюсь. И смотрю, как украинские СМИ пытаются втирать хомячкам истории о том, что с начальником главного управления разведки Будановым все в порядке. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США. Буки, торы, панцири работают в высшей степени эффективно. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 7 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шэдоу». Так, начались взрывы, взрывы, взрывы в центре города. Наше ПВО лучшее в мире. Оно глубоко эшелонировано. С земли ударные звенья боевых вертолетов и их воздушного проводника прикрывают панцири, которые контролируют всю воздушную обстановку и точно знают, свой в небе или чужой. «Ура! Ура! Ура!» Тут сложная ситуация. Сколько я знаю, еще и тела одного не нашли. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу. Ни одного метра не должно быть у Украины Черноморского побережья. Просто ни одного. По моей команде на счет три. Раз, два, три! Путин заявил, нету Вагнера. Ну, и не было никогда. Вы знаете, вот этот субъект, если, конечно, физически в конце СВО скажет, смотрите, а не было никакого СВО? Вообще ничего не было. Это вообще выдумали все. Ну, то есть он выйдет в своем, знаете, заискивающем стиле, когда он нагнувшись, смотрит вниз и что-то говорит. Да, вот он скажет, а не было СВО? Вообще ничего не было. Это что вы придумали? Да, мы знаем, что он в 2014 году отрицал, что никто не захватывал Крым. Там были какие-то вежливые зеленые человечки. И сейчас он дошелся до того, что, говорит, нету Вагнера. Да, он когда-то скажет, что и войны не было. Это были какие-то там, не знаю, мелкие перестрелки. Крылатые ракеты не наши летели, это скорее там Северная Корея, наверное, атаковала и так далее. Это на полном серьезе. Этот человек, это просто вот каждый раз, когда он делает заявление, вы знаете, все люди пытаются как бы увидеть в этом что-то рациональное и обсудить. Вот он инициировал, он предложил, он сказал, он зафиксировал и так далее. На самом деле это отсутствующий субъект в отсутствующем мире, который всегда врет. Ну, то есть, соответственно, он всегда выйдет и скажет, что это не было, вы придумали все. И так далее. Поэтому, знаете, когда кто-то сегодня пытается вернуть нас в, скажем так, в состояние 2014 года, давайте о чем-то говорить, переговоры-то, конечно, с кем разговаривать, субъекта тоже нету. Путина нету. Вот нету его. Наша цель – прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022. Это попытка ее прекратить. Ну, есть же какое-то понятие, не знаю, репутации, легитимности. Ну, то есть, мне кажется, какой-то потенциальный подчиненный или избиратель, или кто-то еще, кто с Путиным взаимодействует, видит, что он врет, ну, как-то он в какой-то момент подумает. Ну, как можно верить человеку, который там сегодня сказал одно, завтра сказал другое. Ну, это же как-то портит репутацию человека. Это, думаете, его не коробит? Очень интересный вопрос насчет репутации в России. Это сложная конструкция. Я думаю, мы с вами ее отдельно обсудим, потому что оно как раз неприменимо к сегодняшнему политическому процессу. Потому что, смотрите, вместо репутации есть пропагандистский нарратив для массы, и есть элита, которая находится в определенном сговоре. То есть, вы нам даете это, но мы не претендуем на это. Ну, то есть, грубо говоря, элита получает возможность доступа, там, скажем, условно, к распилу бюджета, при этом получает какие-то, такие-то госзаказы в таких-то направлениях. Тот же ЧВК Вагнер абсолютно точно, вы же прекрасно понимаете, 1,7 триллиона рублей получал из российского бюджета. Но вот сейчас сказано, вас нету. Все, вас нету. Физически нету. И здесь никто не спрашивает, а как же они были вчера. Нет, потому что вот эти 1,7 триллиона рублей на следующий, условно говоря, год, два, три, если они будут у того же Путина, уже кто-то претендует на их распилы. Ему все равно. Есть Вагнер, нету Вагнера и так далее и тому подобное. Понимаете, в чем проблема? Проблема виртуального пространства, где репутации не продаются, не торгуются. Где есть авторитарный лидер, который дайте ему 1,7 миллиарда рублей, дайте этому 86 миллиардов рублей и так далее. Сейчас Ковальчук зайдет и скажет, смотрите, мы там искусственных солдат выращиваем, они такие же, как вагнеровцы, нам на это нужно 2,3 миллиарда рублей. Дайте Ковальчуку старшему 2,3, потому что он более талантливый, я сейчас ирония говорю, невероятный фонфарон, конечно. Вот дайте ему 2,3 миллиарда рублей. Вот так эта конструкция работает. Здесь нету нигде, ни на каком этапе репутации, правды, дискуссии и так далее. В этом проблема. Проблема именно этого. Я же почему говорю, что здесь нам, вот нам, Украине, ну и с нашим партнерам, не с кем разговаривать. Субъектности внутри России ни у кого нету. Это фикция. Это такая маленькая банда, которая, смотрите, сейчас Путин собрал группу вокруг себя, и они такие, ну ёоу, мы 20 лет, мы, мы обычные, обычные воры. И нам дают возможность вот так себя вести, как будто мы какая-то политическая элита, мы присутствуем на каких-то глобальных саммитах, симпозиумах и так далее и тому подобное. Смотрите, мы там приходим, говорят, нет, нас это не устраивает, перепишите. И хоп, уже там те или иные страны начинают, ух ты, Россию не устраивает договор, давайте перевязать. Понимаете, вот грубо говоря, примитивные ребята реально обалдеют от того, что их воспринимают всерьёз. Здесь нету репутации ни на внешнем рынке. Украина, смотрите, получила следующие вещи. Первое. Более тесная политическая интеграция. Украина-НАТО в виде Совета. Украина может любой вопрос поднимать и консультироваться с членами НАТО, не обращая внимания на, например, вот эту, знаете, позицию Баба-Яга против в исполнении Венгрии. Нам это мало волнует теперь. И так далее. Можем поднимать любые вопросы и по поставкам техники, инициативно, и о том, что это контрактные обязательства и так далее. И тут я на вторую часть перехожу из Совета Украина-НАТО. Перехожу в то, что с двухсторонних договора подписаны о долгосрочных стратегических поддержках Украины, переоснащении армии, образовании, обучения, управления и так далее. Следующий аспект. ПДЧ убрали. Был такой план действий по отношению к вступлению в НАТО. Ну, то есть, грубо говоря, бюрократические процедуры. Убирают. Его нету для этих больших процедур. Это такой предбанник, через который страна должна была заходить, если вещи называть своими именами. Ну, грубо говоря, было придумано специально. Смотрите, мы вам даем ПДЧ, но это значит, что вы точно не заходите в члены. Вы будете там десятилетиями находиться в предбаннике. Мы будем выставлять какие-то условия, обращать внимание на российскую позицию. И, соответственно, ну, вряд ли Украина, Грузия и другие страны на тот момент, я это подчеркиваю, 2008 год, сможет вступить в полноценные члены военного альянса. Это убрали. И осталась конкретика. Выиграли войну, стали членом НАТО. Это, несомненно, безусловно, и очень быстро по процедуре Финляндии, по процедуре Швеции. Ну, с учетом всех оговоров, мне кажется, что это будет еще намного быстрее. Вот, в принципе, результаты. Ну, и плюс отдельные пакеты, что нужно с точки зрения ПВО, с точки зрения противоракетной обороны, с точки зрения авиации, дальнобойной ракеты и так далее и тому подобное. То есть фиксация изменившегося мира. И кроме того, что Россия действительно избоит, прежде всего, для евроатлантического войны. Украина собирается устроить диверсию, которая выведет конфликт между Россией и США на неконтролируемый уровень. Редактор субтитров А.Семкин